Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск программы «События». Главное за неделю в Самаре расскажут наши журналисты и я, Андрей Горгуленко. Коротко о некоторых темах. В Самару из Турции вернулись 10 пострадавших в ДТП. Их встретили члены регионального оперштаба, в составе которого медики, спасатели и психологи. Лучшие образовательные программы и тематические проекты. Самарский университет представил своей работой руководителю образовательного центра «Сириус» Елене Шмелевой, которая прибыла в Самару с рабочим визитом. Экономия времени и решение важных бытовых вопросов всего за несколько минут. В Самаре открылся региональный центр обслуживания потребителей. На этой неделе Самару шокировало ДТП в Турции, в котором погибли и пострадали самарские туристы. Те, чьи состояние позволило вернуться домой, прилетели на родину в четверг ночью. Их встретили члены регионального оперштаба, в составе которого медики, спасатели и психологи. Ночью никого не госпитализировали. Из аэропорта каждый отправился домой. Подробнее расскажет Мария Левина. Получили багаж и сразу к врачам. На малую родину сегодня ночью вернулись еще 10 самарских туристов, пострадавших в ДТП в Турции. В аэропорту их встретили представители оперштаба, созданного по поручению губернатора Дмитрия Азарова. В его состав вошли сотрудники регионального Минздрава, Центра медицины катастрофы, МЧС и психологи. После медосмотра состояние всех прибывших врачи оценили как удовлетворительное. Госпитализация никому не потребовалась. Все прилетевшие отправились домой. Накануне в Самару вернулись еще две пострадавшие, которых госпитализировали. Напомним, в автобусной аварии 2 августа пострадали 18 человек из Самарской области. Трое погибли. Еще трое остались в тяжелом состоянии в турецких больницах. Сергей Кремнев, отец троих детей, тоже был в том автобусе. За несколько минут до отъезда мужчина почувствовал специфический запах. Запах тормозных колодок. И водитель вышел и начал осматривать заднее колесо. При этом запах усиливался, он зашел обратно в салон, заглушил автомобиль и порядка 5-7 минут что-то делал с колесом. Я лично не видел, но одна из пострадавших говорила, что он чуть ли не снимал и водой поливал на тормозной диск. То есть, возможно, он закипел. Не хочу делать выводы, но, скорее всего, это могло стать причиной аварии. Теперь ситуация находится под контролем региональных властей, которые работают в тесном взаимодействии с федеральными и международными ведомствами. Губернатор Дмитрий Азаров отметил, что пострадавшим и родственникам погибших будет оказана вся необходимая помощь. Семьям погибших выплатят по миллиону рублей, людям с тяжелыми травмами 500 тысяч, с легкими 200. Средства на эти цели выделят из резервного фонда губернатора Самарской области. Доставка туристов на родину происходит за счет страховой компании. Мария Левина, События. Лучшие образовательные программы и тематические проекты. Самарский университет представил свои работы руководителю образовательного центра «Сириус» Елене Шмелевой. Напомним, она прибыла в Самару с рабочим визитом. Студенты и научные сотрудники продемонстрировали новые разработки и поделились историями своего успеха. Ольга Павлова расскажет подробнее. Здесь в доступной форме транслируют знания для детей и стараются закрепить их на практике. Студент шестого курса Самарского университета Антон Полтораднев занимается созданием и проектированием ракет. В этом году ребята испробовали еще один кейс и приняли участие в конкурсе дежурной по планете. Он объединил технологические проекты в области космоса для школьников и студентов. И не так давно прошел в городе Нальчик. Удалось не только научить молодое поколение создавать ракеты, но и пару раз запустить аппараты в небо. Два пуска было, прошло все успешно. То есть мы разбили школьников на две команды. Там одна команда собирала спутник, являлась заказчиком пусковых услуг, а другая команда эти пусковые услуги оказывает. То есть они собирали ракеты и потом вместе объединялись и проводили пуск. В наземном комплексе управления малыми космическими аппаратами руководителю образовательного центра «Сириус» Елене Шмелевой показывают, как происходит прием и обработка данных с космических аппаратов серии «АЭСТ». Первый запустили в 2013 году, а в будущем его конструктивные особенности легли в основу более современного «АЭСТ-2». Информация с него пользуется большим спросом не только у государственных заказчиков, но и у коммерческих компаний. Возможности космического аппарата реализуются и при помощи образовательных проектов, в том числе и в известном центре «Сириус». Также в рамках программы «Дежурный по планете» школьники создают собственные проекты, формулируют цели, задачи, затем космический аппарат их отрабатывает и передает напрямую эти данные школьникам. Это действительно уникальный результат. Мы видим, как они развиваются, как растет представление ребят о том, как можно использовать технологии, с которыми вы их знакомите, и поэтому у них очень такие амбиции. Работа с проектными командами – главный девиз Самарского университета «Космос для жизни» позволяет учебному заведению являться одним из опорных вузов страны. Сегодня здесь реализуются как технически простые проекты для школьников, так и сложные, связанные с освоением космического пространства. В прошлом году 8 проектных стартапов студенты защищали впервые как дипломные работы. «Планка у нас в ближайшие несколько лет – выйти на 100 таких команд, на 100 стартапов, потому что мы понимаем, что именно в командах они лучше обучаются, общаются». «Вы действительно становитесь наставниками для ребят, которые смотрят и видят в вас ту модель, и образ мысли, и образ жизни, который хочется копировать, потому что вы занимаетесь очень важным делом и очень интересными задачами». Основная часть проекта в Самарском университете строится по модели образовательного центра «Сириус». Изначально он был реализован в Сочи на объектах олимпийской инфраструктуры. Его главная задача – формирование эффективной работы с одаренными детьми вне зависимости от региона проживания и достатка семьи. Миссией образовательного центра «Сириус» является создание флагманских профильных программ и развитие талантов в области науки, культуры и спорта. Ольга Павлова, Константин Головин. События. На полтора года ранее намеченных сроков мост через реку Сок отстроили и открыли с существенным опережением графика. Напомним, автомобили по новому мосту пустили в середине мая 2021 года, а 16 июля в Самарской области открыли движение по старому переходу. Таким образом, участок дороги расширили до четырех полос и значительно разгрузили транспортный поток. В понедельник за успешное возведение моста строителей поблагодарили губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава города Елена Лапушкина. Подробности в репортаже наших корреспондентов. Кажется, в такие короткие сроки мосты в Самарской области еще не возводили. Отмечает Дмитрий Азаров и тестирует дорогу на крупногабаритном авто вместе с водителем, который стоял у истоков строительства Сокского моста. Уже люди благодарят, уже в эти выходные пишут активно опять, что спасибо, что так сделали быстро, сегодня не стоим в пробках. За рулем своего КамАЗа Николай Старков уже 32 года, 15 из которых трудится на крупных областных магистралях. Перевозит щебень, цемент, песок. Одним словом, все необходимое для строительства дорог и мостовых переходов. Ни сильные морозы, ни жара не позволяют отклониться от графика. Объекты дорожной инфраструктуры должны быть отстроены в срок, а иногда и с опережением плана. Своей работой и работой своих коллег Николай остался доволен и даже немного горд. За короткое время этот участок дороги довели до четырех полос и значительно разгрузили транспортный поток. Человек привыкает ко всему, к труду тем более. Мы русские люди и мы привыкшие работать. Кругом горы, река, две реки даже. Мост прекрасный, блестит, сверкает, люди едут, улыбаются. С момента технического открытия моста прошло уже две недели, но этого хватило для того, чтобы оценить все преимущества новой дорожной переправы. Введение объекта в эксплуатацию позволило увеличить пропускную способность дороги примерно на 50%. Сейчас здесь могут проезжать до 4000 машин в сутки, что значительно снижает риск автомобильных пробок. Выполнено устройство освещения локальных очистных сооружений, а также установлено барьерное ограждение, заменены знаки, нанесена разметка. Сегодня за успешное возведение моста строителей поблагодарил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Этот мост – мечта, мечта многих и многих людей, которые едут на работу, которые едут на отдых, которые едут на свои дачи. Людей, которые часами стояли в пробках здесь, на Сокском мосту. А сегодня даже в час пик проезжают его, и слова благодарности звучат в адрес строителей. Ввод двух мостов позволил разгрузить выезд из областной столицы в Красноярский район. Перед мостовым переходом отремонтировали и расширили Красноглинское шоссе и дорогу в поселок Волжский. Возводить мост через Сок начали в декабре 2019 года. Гарантийный срок на такие сооружения – 10 лет. Ольга Павлова, События. Экономия времени и решение важных бытовых вопросов всего за несколько минут. В Самаре открылся региональный центр обслуживания потребителей. Теперь подключиться к водоснабжению, электроснабжению и газификации жители города и региона могут в едином офисе. В день открытия с работой центра обслуживания ознакомились первый вице-губернатор области Виктор Кудряшов и глава города Елена Лапушкина. Подробности в репортаже Ольги Павловой. В региональный центр обслуживания потребителей Юлия Дерябина пришла как индивидуальный предприниматель. Ей нужен доступ к личному кабинету для получения расчетно-платежных документов в электронном виде. Намного удобнее, отмечает Юля, когда у организации есть возможность оказывать услуги дистанционно. Это значительно экономит время и позволяет решать важные бытовые вопросы всего за несколько минут. Метод единого окна чем-то напоминает многофункциональный центр, говорит девушка, но с некоторыми отличиями. Там мы получаем только услуги, связанные с государственными. Здесь уже с частными организациями. Теперь для того, чтобы подключить дом к электроснабжению или выяснить статус своих платежей, не нужно объезжать офисы нескольких ресурсоснабжающих организаций. Региональный центр обслуживания стал первым в Самарской области учреждением, в котором потребители смогли комплексно решать вопросы с крупнейшими энергетическими, газовыми и водоснабжающими организациями. Такой подход существенно сократил сроки и упростил процедуру оказания услуг в сфере энергетики и ЖКХ. Идея создания центра была представлена губернатору Дмитрию Азарову чуть более двух лет назад и долгое время обсуждала с представителями ресурсоснабжающих компаний. И вот сегодня мы уже видим результат, мне кажется, он порадует сотни тысяч посетителей ресурсоснабжающих организаций, которые с комфортом могут получить здесь полный спектр услуг по подключению. Мы надеемся, что в созданном совместно с областной администрацией проекте по улучшению качества обслуживания наших граждан мы найдем поддержку, мы найдем отклики у вас. Заявления можно подавать как очно, так и через цифровые сервисы. В дальнейшем в Центре обслуживания потребителей начнут работать специалисты регионального агентства энергоэффективных и информационных технологий под контролем Министерства энергетики и ЖКХ. В настоящее время в Центре трудится 47 человек. Для клиентов организовано 18 окон. Региональный Центр обслуживания потребителей находится по адресу Новосадовая, 106, этаж 2Б. Ольга Павлова, Константин Головин, События. В четверг в Самаре городские власти совместно с подрядчиками и ресурсниками проехали с инспекцией по объектам, на которых сейчас готовят теплосети к грядущему отопительному сезону. Специалисты оценили, на каком этапе работы, а также проверили оснащенность участков всеми необходимыми материалами. Тему продолжит Михаил Ермоленко. Беспрецедентным по масштабу работы по подготовке тепловых коммуникаций Самары к будущему отопительному сезону в самом разгаре. Процесс перевооружения теплосетей еженедельно проверяют работники профильного департамента совместно с представителями подрядных организаций и ресурсниками. Обеспечить город теплом к наступлению осени одна из ключевых задач на сегодняшний момент. Тем более, что к началу отопительного сезона в городе необходимо модернизировать теплотрассы на 58 объектах. Сегодня ход работ проинспектировали по 32 адресам. Процент выполнения по всем объектам составляет порядка 45. Работы в основном идут в графике. Единственное, есть рабочие моменты, которые приходится решать, непосредственно выезжая на объекты взаимодействия ресурсно-давающих организаций и дорожных служб. В центре внимания объекты социальной сферы, тепловые коммуникации, которые относятся к школам и детским садам, сейчас в приоритете. Эти участки должны быть сданы до 1 сентября. В свою очередь, приемка всех остальных объектов начнется 15 сентября. Сроки здесь действительно короткие. Нам хотелось бы к 20 августа уйти со школ, потому что мы все понимаем, что с 1 сентября начнется учебный год. Приемка объекта начнется уже с 15 сентября. Это проверка начнется и прокуратурой, и администрацией города. Поэтому сейчас основной акцент сделан именно на этот участок, чтобы мы его закончили и ушли. Модернизация теплотрасс проходит согласно графику. И уже в ближайшие выходные подрядчики запланировали переложить трубы теплоснабжения на четырех объектах в зоне пересечения с уличной дорожной сетью. Выполнить так называемый перевод труб через проезжую часть. Работы произведут на улицах Клинической, Красных Коммунаров, Нововокзальной, а также в районе Можайского переулка. На этих участках перекроют движение транспорта. И объехать их можно будет по специальной схеме ограничения, которая будет доступна на сайте администрации Самары в ближайшее время. Михаил Ермоленко, Василий Колдашов. События. На этой неделе за сутки в Самарской области регистрировали более 400 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Чтобы остановить распространение болезней, общественный транспорт Самары оснастят дезарами, специальными рециркуляторами воздуха. Об этом сообщили на заседании оперативного штаба по предвозвращению распространения коронавирусной инфекции, которое прошло под председательством главы города Елены Лапушкиной. Сейчас прорабатывается механизм поэтапного оснащения муниципального транспорта средствами обеззараживания воздуха. Тему продолжит Ольга Павлова. Дышать станет легче и безопаснее. Общественный транспорт Самары вскоре оснастят дезарами. Ультрафиолетовые рециркуляторы воздуха обеззараживают помещение с эффективностью в 99% и уничтожают все известные на сегодняшний день бактерии, микробы и вирусы. Это особенно необходимо в период пандемии, отмечают в мэрии и уже поэтапно прорабатывают вопросы, связанные с финансированием и закупкой дезаров. Если завод радиоэлектронного медицинского оборудования будет готов нам, либо какой-либо другой готов поставить быстро эти дезары, значит, рециркуляторы так называемые мы их будем приобретать и устанавливать в транспортных средствах. Давайте тогда зафиксируем, что мы принимаем решение оснащать городской транспорт рециркуляторами. Жду от вас предложение по возможному порядку субсидированию компенсации затрат на приобретение дезаров. Дезары установят в автобусах, трамваях, троллейбусах и метро. Начать устанавливать средства обеззараживания воздуха муниципальный транспорт Самары планируют к сентябрю. Это позволит обезопасить пассажиров и снизить риск возможного заражения COVID-19. Только за последнюю неделю число заболевших самарцев новой коронавирусной инфекцией увеличилось и достигло 1236 человек. По уровню заболеваемости наш город сейчас занимает четвертое место в области. В центре внимания медиков по-прежнему люди пожилого возраста. В группе старше 64 лет заразились 147 человек. Невполне благоприятная ситуация сложилась и на крупных промышленных предприятиях города, где количество заболевших достигло 42% от общего числа сотрудников. Переговорить с руководителями предприятия. Вы сами слышали статистику, что 42% заболевших – это сотрудники предприятий, что они тоже должны соблюдать все меры предосторожности. Кроме того, отметила Елена Лапушкина, рейды, направленные на выявление нарушений действующего эпидрежима, необходимо усилить во всех районах города, а самарцам ежедневно напоминать о существующих ограничительных мерах и необходимости соблюдения требований регионального Роспотребнадзора. По объектам торговли и общественного питания здесь однозначно надо усиливать контроль за юридическими лицами, которые допускают на свою территорию людей, не соблюдающих масочный режим. Затронули на заседании оперативного штаба вопрос о вакцинации населения от коронавирусной инфекции под пристальным вниманием работники образования за месяц до начала учебного года педагогическому составу каждой самарской школы необходимо привиться от COVID-19 двумя компонентами вакцины. Ольга Павлова, Константин Головин, События. В самарском онкологическом диспансере уже две недели проводят сверхсложные операции на голове. В отделении опухолей шеи и головы появился микроскоп с новейшей оптической системой, благодаря которому самарские врачи теперь смогут удалять сложные опухоли и проводить косметологическое восстановление органов. Раньше для этого пациентам приходилось ездить в Москву или Санкт-Петербург. Гульфия Сафина продолжит. Фокус настроен, тихо. Идет сложнейшая операция на щитовидной железе. Подобные удаления злокачественной опухоли требуют от хирурга ювелирной точности. Выполнить его без высокочувствительного микроскопа было бы просто невозможно. Пришлось бы отправлять пациента в Москву или Санкт-Петербург. Но теперь такие манипуляции проводят и в Самарском онкодиспансере. Отделение опухолей головы и шеи дооснастили микроскопом с оптической системой новейшего поколения. Это очень хорошая новость. С помощью данного оборудования мы можем получать прецизионное изображение операционного поля. Тем самым выполнить хирургический резекционный этап с минимальными негативными хирургическими последствиями и осложнениями. И восстановить орган до его первозданного состояния. Благодаря новому микроскопу можно не только с точностью удалить опухоль и повысить процент выживаемости среди переболевших онкологии, но и восстановить утраченный орган при помощи аутотрансплантации. Подобную операцию почти полгода назад перенесла Ольга Иваницкая. Осенью прошлого года обнаружила на языке маленькую язву, которая с каждым днем становилась все больше. Стоматолог отправил в онкодиспансер. Опасения подтвердились. Рак языка второй степени. Мне было предложено сделать операцию по частичному удалению языка и установке вместо удаленной части импланта. Конечно, перед операцией всегда есть какие-то опасения. Но после операции, когда я уже пришла в себя и на следующий день уже могла подниматься, ходить, конечно, мои опасения уже разбились. Как признается Ольга, жизнь после операции возвращается в привычное русло. Восстанавливаются вкусы, речь корректирует логопед, появилась возможность вернуться на работу. В регионе особое внимание уделяется развитию качества диагностики, лечения и реабилитации онкобольных. С начала реализации нацпроекта здравоохранения арсенал Самарского онкодиспансера пополнили 119 единиц оборудования. В этом году ожидают поступления еще 40. Это то дополнительное оборудование, которое позволит максимально приблизить высокотехнологичную медицинскую помощь в регионе. На самом деле мы можем гордиться нашей медициной, потому что мы выполняем свыше 1200 высокотехнологичных оперативных вмешательств в регионе ежегодно. Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» дает свои плоды, отмечают самарские специалисты. Продолжительность жизни после операций и лечения увеличилась на 6-8%, а одногодичная летальность сократилась с 23% до 19%. Благодаря высокому уровню технологий, соответствующих европейским нормам, многие жители Москвы, Тюмени, регионов Приволжского федерального округа, а также граждане стран СНГ предпочитают приезжать за медицинской помощью в Самару. Гульфия Сафина, Николай Епифанов. События. Как выйти из отпуска без душевных и физических страданий? Ведь из-за смены обстановки есть риски повышенной усталости и непростого включения в трудовой процесс. О рекомендациях специалистов и маленьких лайфхаках расскажет Ольга Хомракулова. Постотпускной синдром – это не вымысел, а устоявшийся психологический термин. Некоторые специалисты разработали даже так называемое правило отпускного капитала. Оно гласит, что восстановление после отдыха занимает от трех до десяти дней. И главное правило в это время – плавность и поэтапность. Если вы возвращаетесь из-за рубежа, оставьте себе запас из двух-трех дней отпуска для акклиматизации. Не бросайтесь сразу же делать все накопившиеся дела. Лучше начните с планирования или наведения порядка на рабочем месте. И еще одна небольшая хитрость от психологов – не начинайте постотпускные будни с понедельника. В притык отпуск нежелательно брать, чтобы вы приехали и тут же вам на следующий день на работу. Хорошо бы успеть все, что вы запланировали. Потому что если что-то вы не успели, это будет тянуть в последующем. Есть исследования, которые доказали, что действительно в понедельник люди не очень активны и среда, середина недели – действительно благоприятное время для каких-то начинаний. Важная деталь – не только внутренний настрой, но и питание. Ведь правильно подобранный рацион поможет как скинуть лишний вес после All-Inclusive, так и избавиться от апатии. Возвращение домой, я думаю, что нужно возвращаться в привычный режим питания, который обычно был. То есть это прием 3-4 разовый прием пищи с интервалами не менее 2,5 часов, не более 4 часов. Нужно акцент сделать на витамины, микроэлементы, то есть которые содержатся у нас в основном это овощи, фрукты, рыба, омега-3 жирные кислоты обязательно нужно. И самое главное перед выходом – вспомните, за что вы любите свою работу. Подумайте о приятных моментах и любимых коллегах. Так вы вспомните вдохновиться на новые свершения и вернуться к своим обязанностям будет намного легче. Желтая, сладкая, ароматная, но очень непростая. Наша съемочная группа выяснила, почему большое количество веществ в дыне делают этот продукт не только полезным, но и сложным. О том, как правильно выбрать и употребить душистый десерт, расскажут наши корреспонденты. В конце лета из всего многообразия поспевших овощей, ягод и фруктов Ксения Яранова предпочитает дыню. Почти каждый день девушка ходит на рынок, чтобы порадовать свою семью сладким десертом. Из двух самых распространенных сортов она неизменно выбирает торпеда. Ну, она сладкая, нежная, мало косточек, тонкая кожа. Некоторые считают дыню фруктом, другие говорят, что раз она относится к бахчевым культурам из семейства тыквенных и у нее один род с огурцом, то это все-таки овощ. Дыня содержит в себе множество полезных веществ – фолиевую кислоту, витамин С, кремний, бета-каротин и магний. Также в ней есть железо. Его количество больше, чем в рыбе и молоке. Но из-за такого богатого содержания полезных веществ дыня трудно переваривается желудочно-кишечным трактом. Татьяна Шашкова продает фрукты и овощи уже не первый год. Всегда помогает покупателям выбрать ту самую – желтую и сладкую. Женщина рассказывает главный секрет в выборе правильной дыни медовый аромат. По словам Татьяны, сорта торпеда и колхозница отличаются друг от друга не только формой, цветом, но и вкусом, ароматом, мякотью. У первого сорта мякоть жесткая и зеленая. У другого ярко выражен аромат и вкус. Мякоть белого цвета и более сладкая. Дыня вообще полезна сам по себе, арбуз. Они сейчас тем более сезонные, сладкие, вкусные. Все люди берут. В сезон бахчевых с особой внимательностью стоит подходить к выбору места их покупки. Открытые палатки, расположенные возле оживленных дорог, слабо защищают от пыли и газов сладкие плоды. Накопленные в корке соли тяжелых металлов могут вызвать аллергическую реакцию или интоксикацию. Виктория Шарая, Никита Колосов, Максим Гусев. События. На этом наш выпуск завершен. Будьте здоровы. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова